Приветствую вас, Анастасия. Ну, вообще, конечно, проблематика ваша, она связана с восприятием себя, вот, поэтому давайте постараемся именно вот последовательно разобраться с тем, что вы написали в вопросе. Такой, достаточно серьезный, правда, вы не задаете, собственно, вопрос, вы просто описываете свои ситуации, но не совсем понятно, что вы готовы в себе менять. И готовы ли вы к переменам, готовы ли вы к работе над собой, к психотерапии. Итак, у меня были гармоничные, доверительные и теплые отношения в течение трех лет. Гармоничные, доверительные и теплые отношения. Я думаю, что здесь в какой-то степени уместно было бы сказать, что вы испытываете потребности в том, чтобы растворить в партнера своем. Я в этом не уверен на сто процентов, но думаю, что вы испытываете такую потребность. Потому что вы не доверяете себе, вы хотите доверять больше партнеру. И, в общем-то, желание любить и быть любимой, о котором вы написали в конце своего текста, это тоже про это, про потребность удостовериться. Потому что желать любить, это как желать написать книгу. То есть, ну, нельзя желать написать книгу, да, можно желать что-то сделать, да, можно желать что-то написать. Ну, можно желать какого-то действия конкретного. И я бы, конечно, поисследовал бы, чего именно вы желаете, да. Любить и быть любимой, это то, как вам это видится. А вот, если более дифференцировать эту историю, то что там будет. Я думаю, что к очень интересным моментам мы придем. Итак, доверительные, теплые, гармоничные отношения. Это то, в чем вынуждает Шевел. Дальше, мне пришлось расстаться с партнером из-за религиозных различий. Смотрите, здесь два момента. Первое. Пришлось. Если мне пришлось, значит, я не признаю ответственности. Если мне пришлось, я не признаю ответственности. Не признаю ответственность за свои поступки. То есть, я не решил расстаться с партнером. А мне пришлось, я жертва, ну, в этой ситуации, это первое. Оприв от ответственности, не принятия её. Может быть страх перед ней. Следующее, из-за религиозных различий, ну, здесь вообще не очень понятно, как бы, насколько я знаю, религиозные взгляды, в общем-то, выявляются достаточно быстро, и вы три года были в отношениях, вам религиозные взгляды не мешали, а потом что-то случилось, вам это помешало, то есть, тут точно как-то непонятно, то есть, семья вашего партнёра не позволяли вам пожениться, что сам партнёр, насколько ваш партнёр был зависим от семьи, это вообще здесь как бы не очень очевидно, и вы этот момент практически не раскрываете никак. Вот. Но, на мой взгляд, на мой взгляд, совершенно не случайно, вы выбираете такого партнёра, с которым у вас невозможно, с которым у вас нет возможности построить семью. Я думаю, что именно с тегом партнёра вам хорошо, в плане, что вы боитесь близких отношений, как любой человек, который стремится к слиянию, который стремится к уничтожению всех личных границ между, ну, собственно, между вами, между ним и партнёром, вы, конечно, близких отношений по-настоящему будете бояться, потому что вам это несёт угрозу. Угрожает вам достаточно сильно. Вот. И, как бы, ну, проблема, она в этом, вот она в этом, в этом. Проблематика, как бы. Поэтому, а, то, что, вот, из-за религиозных различий, то, что, вот, мы хотели пожениться, чувствовали, что мы могли бы прожить вместе всю жизнь, нам было так хорошо вместе, но религия, семья моего партнёра же позволяла им это сделать, это, опять же, опять же, жертвенность. С одной стороны, с другой стороны, это, ну, вот, некая сверхместаемость друг друга. Потому что нам было хорошо вместе, а, простите, а по-одиночке вам было как? То есть, если по-одиночке было плохо, то, с точки зрения психологии, это уже больше про любовную зависимость, речь про отсутствие своего собственного жизненного смысла, вот. Если родители, там, оказывали давление на мужчину, то здесь очень важная традиция, если вы знали, какая это традиция, если вы знали, какая это семья, то, как бы, ну, на что правильно, на что вы рассчитывали, вот. Если мужчина изначально видел себя одним образом, потом начал видеть себя другим образом, то это означает, что он, как сказал мой коллега Игорь Летучий, он преподшёл, как бы, семью вам, да? То есть, он выбрал семью, а не вас. Ну, так это его выбор, и, как бы, к вам это отношение не имеет. Вот. То есть, здесь нужно несколько более детально разобраться, что произошло, на мой взгляд. Дальше. Я взял инициативу в свои руки, чтобы расстаться. Зачем? То есть, вот, я не очень понимаю. Вы три года встречали. Что изменилось? Что произошло? Ну, это было слишком сложно, я чувствовал, что не могу это сделать. Вот, опять, жертвовано. Да? Слишком сложно, но я взял инициативу в свои руки. То есть, как бы, конфликт. Но, что с чем конфликтовали? Ну, здесь нужно, нужно смотреть, что с чем конкретно конфликтовали. Можно, конечно, предположить, и я предполагаю, что вы знаете близких, о близких отношениях и ответственности. Вот, может быть, есть страх к вас бросить. Потому что, опять же, вы, ну, как бы, мужчину соответствующего выбираете для отношений. Вот. Но, все это, конечно, только предположение. Дальше. Поэтому я приняла самое глупое решение в моей жизни, это изменить ему с кем-нибудь, чтобы с честной вины я не могла к нему больше вернуться. Я бы не сказал, Анастасия, что это глупое решение. Это в некоторой степени эксцентричное решение. Да. Но не глупое. Как? Потому что ничего в жизни человека глупого нет. Другой вопрос, что вы обесцениваете сами же свое собственное решение. А очень важно увидеть, как вы пришли к этому решению. К этому решению. Почему вы выбрали именно это решение, а не какое-то другое? Для чего вам чувство вины, которым вы пытаетесь отделаться от человека, которого якобы любите? Знакомы ли вы с чувством вины? Ну, очевидно, да. И достаточно близко. Если вам чувство вины знакомо, то с ним нужно поработать. Оно родом из детства. Я познакомилась с одним парнем, который мне понравился, и мы начали очень бесплатно решение. Здесь, науэн, Анастасия противоречивает. Вы говорите, что я хотел вас с кем-нибудь изменить, чтобы с чувства вины не могла, ну, не иметь возможности вернуться. Вы говорите, что вы познакомились с парнем, у вас начались бурные эмоции и так далее. Но простите, о каких эмоциях идет речь, если вы, вроде как, любите своего первого партнера? О каких бурных эмоциях идет речь? Что это за бурные эмоции? Это не, это здесь не ясно. Итак. Это были бурные эмоции, из-за которых я думала, что влюбилась. А как же первый партнер? Прошел месяц, я стал замечать с тот парень, как реже пищит, реже займет гулять, он отдаляется и не интересует со мной. И что, если вы любите первого партнера? А, по факту, второго парня вы просто использовали. Как получается так, что второй парень должен вести себя по-другому, по вашему мнению? И как получается так, что, ну, не знаю, что вас волнует? То, что он вам не интересует, да, он вас использует. Так, а вы? Вы тоже его использовали? Вы тоже его использовали? В чем здесь лично ваш конфликт? К чему он восходит? Это было впервые такое чувство, что я больше не нужна. Так вы изначально больше не нужны, были второму мужчине, потому что вы вступили в отношениях только для использования его. Мне кажется, вы об этом забыли. Также я хотел бы напомнить о чувствах первому парню. Дальше. На тот момент я еще была в отношениях с моим первым партнером, с которым всегда чувствовал себя желанный, любимый, интерес. Вот как это у вас совмещается. У меня началась паника, я предложил расстаться с моим парнем, так он больше не интересуется, но на что он согласился. Паника – это страх. У вас страх быть брошенным. Очевидно, здесь. Это взаимоотношения с родителями. Так, значит, меня не оставляло число, что меня использовали. Так, а вы? Вы тоже его использовали, нет? Я взломал его ВК, чтобы узнать причину, и узнал, что он параллельно с другой девушкой встречался. У меня был шок, и я изменил своему любимому партнеру с одним парнем, который также встречался с кем-то. И разве это не нормально? Вы использовали его, а он использовал вас. Нет? Дальше. В моей голове что-то поменялось. Я все-таки расстался с первым партнером, мне было больно, стыдно и обидно. Но с вашими чувствами нужно поработать. У вас очень много рэкетных чувств и противоречий. Я полагаю неадекватных требований к себе тоже. Плюс чувство вины и страх быть брошенным. Так, значит, и вот, прошло 4 года, и я так и не смогу ни с кем построить таких же теплых и доверительных отношений. Ну, во-первых, это нормально, что таких же теплых и доверительных отношений вы не смогли построить. Потому что, скажем, человеком будет, что будут разные немного отношения. Это первое. Второе. Для чего вам отношения? То есть, ну, совершенно очевидно, что вы к ним стремитесь, но зачем? Для чего? Вот. И... Третий момент. А, что мешает? Что мешает? Ну, что мешает построить. Четвёртый момент. А, что ещё есть у вас в жизни, помимо отношений? Мне кажется, что вы как-то вот, ну, нацелены именно на отношения. Вот. При том, что здесь ещё религиозная история замешана. Может быть, на вере тут тоже вот какие-то, ну, моменты, связанные с верой, имеют место быть. Но это не точно. Я неверно забыл. Так. Дальше. Какой же раз, когда начинает встречаться с парнем, всё идёт хорошо, но с этим мы не догадались, но начинается паника и страх, и я всё рушу своим руками. У меня это страх быть брошенным. Я хочу сблизиться с моим партнером, но боюсь, что он узнает, какая я на самом деле, и он увидит, а какая вы? Вот какая? Что с вами не так? Я не верю, когда мне говорят о любви, я требую прямое подтверждение, потому сама не верю, что такую меня может отлюбить. А какую? Какую? Это первое. И второе. Такую любовь по-вашему. Мне кажется, что... Мне кажется, что... для того, чтобы любить, нужно любить себя, а себя вы не любите. Поэтому есть некоторые сложности. Я не знаю, что мне делать. Что делать, чтобы что? В груди, как будто дыра, которая заполняет за счёт других, но мне мало. Ну да, это ваше внутреннее обесценивание себя самой. Мне кажется, я люблю не мужчину, а любовь ко мне. А его любовь ко мне, да, это правда. Если нет, то я паникую и всерьёз меня. Это правда. Ну так... С этим нужно работать. Мне как будто... Своя личность... Одна личность говорит, ну что хорошо тебя любит, тебя ценит, нравится этот мужчина. Он такой интересный особенный. Другая личность говорит, что мне все очень плохо. Он тебя не любит, не ценит, не вообще от тебя использует и так далее. Но обратите внимание, что здесь важно то, как мужчина к вам отначит, а не как вы к нему. Я запутыл в голове война, из этого нахожусь в постоянной панике, тревоге и стрессе. Так устал от самой себя, если выбирать дать совсем одной или просто спать с кем-то без обязательств. Так, я чувствую себя спокойнее, помогите. Я хочу любить, любить любимей, но у меня не получается. Поможем, но конфликт, о котором вы описываете, он гораздо глубже. Это конфликт быть броженый, драк быть броженый и глобальное обеценивание себя. Обеценивание своих чувств, своих желаний на сессии. Вот, и эту проблематику нужно в первую очередь разбирать. А дальше уже будет видно. На этом все, я надеюсь. А, да, и личные границы. Плюс механизм слияния у вас. Очень, вот, работает механизм слияния. Я бы сказал, что, ну, еще, что вы негативно относитесь к ошибкам. Ошибки – это маячки личностного роста. Если вы избегаете ошибок, если вы избегаете боли, индикаторов, индикаторов ошибок, то вы не сможете личностно вырасти. Если вы не растете личностно, вы не становитесь более зрелыми эмоциональными. Если вы не становитесь более зрелыми эмоциональными, то вы ведете себя как ребенок. И в отношениях я боюсь, что вы ведете себя не как взрослая женщина, а как ребенок. Это не обвинение, это вот именно просто то, что вам требуется личностный рост, помощь. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.